итак наше путешествие по калифорнии продолжается ехали мы ехали и вдруг очутились в пространственной дыре как сказку провалились именно эта аллегория мне пришла в голову когда мы заехали на улице этого прекрасного местечка такое ощущение что ты как-то по мановению волшебной палочки оказался в другой стране или другом измерении судя по людям на улице похоже что им тоже очень нравится потому что у каждого камеры оживленные все постоянно фотографируют снимают и улыбаются кругом игрушечные домики с мельницами как в сказке изваяние прекрасных персонажей сказок андерсона флюгеля на крышах аисты увидев это все впадаешь такой свинячий восторг во всяком случае у меня было такое не сразу захотелось выйти из машины и гулять и гулять по этим оживленным интересным улицам и Субтитры сделал DimaTorzok Да, мы в Америке, все на английском, но дизайны и архитектура и все окружение здесь выполнено в европейском, даже скандинавском стиле. Это американская деревушка Солванг, что в переводе с датского означает солнечная поляна. Да, именно в датском. История этой деревни началась еще где-то в 900-х годах. Когда группа датчан покинула свои дома и путешествовала на запад, чтобы установить датскую колонию подальше от суровых западных зим. Экономика страны в то время была в плачевном состоянии. И судя по истории, каждый десятый датчанин эмигрировал тогда в Америку. Этот интересный факт говорит о том, что Америка была уже тогда популярным направлением для эмиграции из Европы. Как утверждает история, группы датчан, которые ассимилировались в Америке, не имели ничего общего с викингами. Они убежали от холодной зимы в Дании и создали фермы, создали семьи. И вот теперь здесь живут их предки. В Солванге даже коровки красивые, как будто сказочные. И фермы такие же начищенные, красивые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нам принесли коробки разных красантов, пончиков и всякую вкуснятину. Конечно же, все это было испечено в одной из местных пекарень. И я дала себе волю объесться этих вещей, сколько душа пожелает. Ну, закрыла глаза. И вот сегодня можно. Здесь много ресторанов, кофе-шопс, бейкерис, как я уже сказала, шоколадных фабрик или шоколадниц, правильно по-русски будет. В общем, бродили по городу, по деревушке вернее, и наслаждались временем нашим. Есть даже коппингагенхаус, где находится из вояне из дерева викинга. И этот викинг, интересный такой характер, где выполнены из дерева, и у него в руках настоящий меч. В общем, такой маленький музейчик, не музей. Викинг попался какой-то добродушный, но варваром его не назовешь. Мы бродили по сказочным улочкам, заходили в сказочные магазины часов, старинных часов, уникальных часов, разных интересных изделий из разных стран. Было очень интересно, как в музее каждой магазины. Причем магазины представляли собой изделия разных культур, из разных стран. Мы объедали шоколадом и мороженым, перепробовали вино, перемерили шапки викингов, посидели в огромных башмаках деревянных, которые были сделаны местными рукодельцами. Поиграли и покормили страусов. В общем, окунулись на какое-то время в детство и воплотили, наверное, в жизнь какие-то наши неосуществившиеся детские мечты. Ну как, то родители не велели, когда мы были маленькие, то сами себе уже не позволяли. В детстве, кстати, я себе говорила, да, вот я вырасту и, наконец, сделаю все то, что мне не разрешает мама. И в конце концов, когда мы выросли, нам это не надо было и... И, в общем-то, как-то все это ушло в небытие. А вот, когда путешествуешь, тогда возвращается детство и снова делаешь все, что себе на ум придет. И вот в эти вот... К вечеру, кстати, на этих улочках уже готовили рестораны, вытаскивали обогреватели, включали фонарики. И этот маленький городок или деревня, скорее, еще больше превращалась в сказку. Напоминала нам сказку. В общем, нам очень все это понравилось. И мы решили, что когда-нибудь в один день мы, конечно же, вернемся сюда снова в замечательную деревушку Соуланг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...